Доброе утро, Красноярск! Спасибо, студия! Сегодня, как я и обещала, будем рассказывать, как будем бороться с черным небом в эти выходные, потому что, ну, действительно печальная ситуация. С 9 февраля у нас черное небо держится, и вот до сегодняшнего вечера, до 19 часов, к сожалению, неблагоприятные метеоусловия наблюдаются над Красноярском. Ну, вот организатор «Экоквеста» Евгений Кодос знает, как с этим совсем бороться. Евгений, доброе утро! Доброе утро, друзья! Евгений, ну, расскажите, собственно, что такое «Экологический квест» и вот зачем он нужен в Красноярске? «Экологический квест», ну, как мы кратко его называем, «Экоквест», это масштабное мероприятие в форме квеста. Участники делятся на команды, эти команды ездят по всему городу на машинах и выполняют определенные задания на экологическую тематику. Если кто-то играл в «Дозор», да, в субботу, на воскресенье они обычно проводятся, они, наверное, знают, как все это происходит. Но все-таки есть люди, которые не знают, что это такое, может быть, расскажем, в чем состоит суть? Команды заходят с помощью смартфона на определенный сайт, на котором получают задания. И по результату выполнения этих заданий вводят коды определенные. И таким образом получают следующее задание. У нас будет порядка 7-8 локаций, то есть мест, где можно получить задание. Ну и потом у нас финиш на краевой библиотеке будет, где состоится вручение призов и подведение итогов. Ну, то есть не финиш, а получается подведение итогов? Да, конечно. Ну, вот, может быть, попробуем так продемонстрировать, как это все происходит. Я, правда, вот смартфоном не замерз, я не смогу ввести код, но, тем не менее, может быть, какое-то задание для нас, для телеканала Афонтова. С удовольствием. Первая локация, друзья. Сейчас мы определим первую локацию. Задания будут состоять, большая часть, нужно первоначально найти место, а потом выполнить, произвести какие-то действия, определенные на задании. Найдите место, где проходили общественные слушания по теме экологии в апреле прошлого года. Отлично, вот такое вот задание. Пойду погуглю. Можно ли гуглить в этом случае? На самом деле, я и так знаю, но встретимся уже с вами в любом случае в следующем включении. Передаю слово вам, студия.